Псалом 103, стих 26 Псалом 103, стих 26 Псалом 104, 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 стих 26 И, видимо, дикий бык имелся в виду, который тогда был довольно распространен на Ближнем Востоке. Ну, так кто же у нас Левиафан? Левиафан, дельфин, крокодил, кит. Есть несколько мест писаний, но только одно, где Левиафан описан довольно подробно. Это книга Иова. Псалом 104, стих 26 Так кто же дразнит его раздразнить? Кто станет перед ним лицом к лицу? Не умолчу. Явно чешуя у крокодила. Мужа смесистые его части сочленены так крепко, что их не поколебать, твердое его сердце, словно камень, словно мельничный жернов. Ну, и так далее. Есть люди, которые считают, что люди, которые считают, что люди, вот, хомо сапиенсы, такие, как мы с вами, еще застали динозавров, и вот, возможно, один из них описан. Но если мы встретим тиранозавра, но если мы встретим тиранозавра, то действительно, наверное, в фильме парк юргского периода мы можем это наблюдать. Наши впечатления будут именно таким, да, ну, правда, кроме дыхания огнем, а здесь ясно сказано, причем в нескольких выражениях, не то, что мы неправильно поняли. Да, и ты, Господи, вот это вот сотворил, чтобы оно веселилось в море, играло там дельфинчик такой огнедышащий с чешуей, броней, и ужас веет от его зубов. Если посмотреть на этимологию слова, левьятан – это что-то скрученное. Вы знаете, я думаю, что это, на самом деле, мифологическое чудовище. Это морской змей какой-то, огнедышащий, да, причем мы встречаем его и в окрестных народах и культурах. Лотану – это из Угарита, Угарит был севернее, чем Израиль и древнее, и там морской змей Лотану, с которым сражается их главный герой. И, соответственно, вот что это? Что это? Это воплощение сил зла, хаоса, неукротимых сил природы. Почему же Господь употребляет мифологическое чудовище в своей речи? Мы как-то привыкли, что слова Господа, они правдивы, да, не то чтобы там какие-то, знаете, сказки про Бабу Ягу или Кощея Бессмертного в Библии содержались. Ну, образов-то много в Библии. Очень много образов. И когда говорится о деснице Божьей или его очах, ушах, мы же понимаем, что, ну, не бывает так, чтобы у Бога была рука или нога или глаз, да, вот, ну, как у нас, у каждого из нас, да. Значит, что-то здесь другое происходит. Значит, вот эти слова, это такие развернутые образы, и Господь говорит о некоторой силе, с которой Иов не способен слазить. Не только Иов, вообще любой человек. Хорошо, но в Псалтире-то он признак какого-то вот законченного творения, моря. Там присмыкающиеся, которым нет числа, фрукти-ди-мары, эти бесконечные моллюски очень вкусные и всякие прочие, которые, кстати, нельзя есть иудеям по правилу. Коншрута, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот Левиафан, которого ты сотворил играть в нем, в море. Мне кажется, Синодальный здесь довольно хорошо переводит эту идею. То есть, то, что для Господа радость чистой игры, то для человека может быть ужасом, но не во всякое время. Смотрите, не так, чтобы Левиафан нападал на Иова или там грозил ему этим, а вот Иов пытается установить свой порядок на земле. Пытается все сделать по-своему. И тогда Господь говорит, смотри, с Левиафаном справишься, получится, давай. Не справишься? То есть, есть какие-то силы. Слушайте, а вот эпидемия ковида или глобальное потепление. Я привожу примеры из того, что сейчас в повестке дня. Мы можем с этим справиться? Вот мы, люди сегодняшние, по-моему, не очень. Мы осознаем, насколько нам это опасно. Это наши Левиафаны, эти наши чудовища, которые, ну, правда, некоторые говорят, мы сами сотворили. Не мы с вами лично, но человечество служит причиной. Некоторые говорят, нет, это по другим каким-то каналам произошло. Но в этом мире есть какие-то силы хаоса, которые нам не под силу сократить, усмирить, вот поймать Левиафана на крючок, посадить его на привязь, чтобы там девочки развлекались, как, наверное, птичку какую-нибудь сажают или какого-нибудь там хомячка забавного, да, в клеточку, чтобы они любовались им и играли с ним. Вот есть такое, что превыше наших сил, есть такое, с чем мы абсолютно не справляемся, и ничего с этим не поделаешь, и приходится с этим так и жить. А для Господа это какая-то веселая игра. Но, может быть, в его творении нет ничего бессмысленного, может быть, просто смысл этого нам откроется не сразу, может быть, не нам лично, а кому-то еще когда-то. Просто это тоже не случайно. Просто в мироздании очень много всего. И вот не случайно Левиафан живет в море, а не где-то на горах, там, на небе. И море это такой особый мир, кто погружался хотя бы с трубкой, с маской, тем более с аквалангом, это сразу видит, да, вот там совершенно другая жизнь. Вот какая-то, ну, в южных морях, где этой жизни много, это хорошо видно, в северных, не так, но и там, и в северных. Вот, погружаешься и видишь, что что-то совершенно иное, но это тоже часть этой вселенной. И человек древности, у которого не было ни трубки, ни маски, ни тем более акваланга, но который знал, что море, оно другое, вот прекрасно использует этот образ моря как непознанное счастье творения. Мы сегодня, скажем, темная материя, о которой мы ничего не знаем. Дальние планеты, там, я не знаю, четвертое измерение, что-нибудь еще, мы по-другому это назовем. А древний еврей говорил море, вот оно рядом, руку протяни рядышком, а там какая-то своя жизнь, мы не можем ничего с этой жизнью поделать, только вот можем там то, что оно на берег выбросит, исследовать, да, и понимать, или там глядеть, пока оно там плавает. И в этом непознанном есть какие-то силы, которые Богу зачем-то нужны, Левиафан, а нам они неподвластны и непонятны. Да, ну, раз уж мы говорим о животных, то в книге Иова Левиафан идет в паре с другим животным, оно раньше у него даже в 40-й главе названо, и по-еврейски оно звучит как бегемот. Вы, наверное, догадались, как его определяют сегодня. Русское слово бегемот происходит от названия этого животного, это гиппопотам нильский. Да, ну, крокодилы, гиппопотам, отлично, там рядом Египет, вот крокодилы зубастые и чешуючатые, бегемоты, они там огромные. Этот бегемот у него очень мощный. Можно, конечно, их идентифицировать как этих самых животных, но, с другой стороны, бегемот, он по-еврейски просто зверюга. Такая вот зверюга, ну, зверь с большой буквы, огромная, могучая. И он там, и Ордан может выпить, да, в книге его, я сейчас не буду все это зачитывать, тоже явное преувеличение. Может быть, конечно, те евреи, которые ездили в Египет за какими-то своими делами, какие-то там и жили евреи, они описывали этих нильских животных как что-то страшное и ужасное, а может быть, и другое есть. Но дело не в этом. Вот любая попытка, мне кажется, этого левиафана, этого бегемота поместить в зоопарк, она, в общем-то, ровная из той серии, о которой Господь предупреждает, ты этого сделать не сможешь. Вот есть что-то непознаваемое, есть что-то выше твоих способностей, и в Писании, мне кажется, тоже такое есть. Можно некоторые его тайны оставлять нераскрытыми. Продолжение следует...